Илья, рад видеть тебя в Обдинске, не первый раз к нам приезжаешь. Это Илья Шиманович, чемпион мира, рекордсмен мира на дистанции 100 метров брасом в короткой воде. Илья, расскажи, как у тебя удалось рекорд мира побить 55, 29, 28, чуть-чуть быстрее по короткой воде. Как брасом можно так быстро плавать? Слушай, в самом деле, никогда не акцентировался на времени, то есть старались с тренером делать работу над техникой и все время ее улучшать. То есть я от старта выбрал форму, и мне было интересно, потому что соревновались постоянно с лидерами мирового плавания, и старты были каждую неделю, и к этому привыкал. И когда уже бьешь мировой, как-то не задумываешься, ну, лучший рекорд, лучший рекорд, типа, лишний результат, и все. А потом приходят с лидерами, говорят, ммм, это, в принципе, лучше в мире, поэтому... То есть ты начинаешь немножко понимать, что это такое. Но никогда особо не акцентируешься на результате, стараюсь, когда пробил, улучшил, хорошо, но я надеюсь, что не предел, будем пробовать дальше. Ну вот круто, вот что я услышал, это вот первое, это техника, да? То есть это работа на технике, это, мне кажется, основа основ. А вот второй момент, это вот просто занимаешься своим делом и получаешь результат, а потом уже задумаешься, о, нифига себе, как у меня получилось. Ну да, потому что, как бы, люди, ну, человечество идет вперед всегда, результат всегда двигается. Как бы я сейчас не побил, он в любом случае когда-то подвинется, поэтому я не ставлю на себя этот конец. То есть если твой рекорд кто-то побьет, не будешь сильно переживать? Это нормально, я наоборот буду рад, потому что плавание идет вперед. Надо как бы пока просто выйти на предел своих возможностей, увидеть, что ли. Ну здорово, в этом, наверное, и есть смысл спорта, чтобы выйти на пик своих возможностей. Ладно, я очень рад тебя здесь видеть, спасибо.